В самом центре Екатеринбурга появился дом коммунаров, причем обосновались там гости из КНДР. В старинный особняк нелегально въехала целая корейская коммуна. Сегодня вместе с полицией в дом на берегу Исети наведался и наш корреспондент Анатолий Бородкин. Купеческий дом в центре Екатеринбурга вновь пережил нашествие революционеров, на сей раз северокорейских. В историческом здании живет коммуна выходцев из самой закрытой страны мира. Что они здесь делают, мигранты объяснить не смогли. Знаете русский язык? Не понимаешь? Че так не стрелять? Понимаешь по-русски? Да, немножко, понимаю. А как давно в России? В России как давно ты? Когда приехал в Россию? Почему так? У меня так вот здесь работа стрелять. Че так? После требования российской полиции предъявить документы, отважные сыны Ким Ирсена бросаются в рассыпную. Куда? 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 Документы-то покажи, полиция. Есть, есть, есть. Покажи? Нежилое помещение самовольно подключено к линии электропередач. Корейцы готовят здесь еду. Во дворе оборудован туалет. Большая часть комнат заперта. Возможно, там находится производство, на котором трудятся мигранты. Между жильцами даже ведется социалистическое соревнование. На стене доска почета и портреты лидеров революции. Коммуна организована по принципу трудового лагеря. В одной из комнат казарм установлена трибуна для политзанятий. Ах ты, господи! Маленькая подушка. Вулочная. Или какое-то? Вулочная. Вулочная. Одеяло. Все, дотипно, как в армии. Спят северокорейцы так же, как и работают, плечом к плечу. Смотри, Сань. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. По нашим подсчетам, в здании на плотинке проживает до сотни выходцев из КНДР. Разбежавшиеся от полиции квартальных последователей идей Чучхе вызвали подмогу. Вот этот человек назвался представителем городской администрации консулом Северной Кореи. Правда, дипломатического навыка общения с журналистами он не имеет. Вы там можете как-то объяснить ситуацию? Почему они здесь проживают? На каком основании вообще? В историческом здании. Можно два слова? Вы же официальный представитель КНДР. Правильно? Как граждане страны, живущие на осадном положении, попали в Екатеринбург? Чем они здесь занимаются? Есть ли у них разрешение на работу? И на каком основании администрация Екатеринбурга позволила им жить в особняке в центре города и, возможно, работать в этом историческом здании? На эти вопросы ответов пока нет. Анатолий Бородкин, Александр Черных. События ОТВ.